МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подрубили, обнажили пригородную Базайскую гору. Огородами ее стиснули, электропроводами опутали. Дачами опятнали, карьером изуродовали. В юности, еще в войну, мы, ФЗУшники, слабые от долгой зимы, голодные житухи, карабкались на ту крутую гору за первыми подснежниками и затихали в теплом поднебесе. Нам хотелось жить, любить, надеясь на лучшее. Целые районы с готовой землей заброшены, порастают дурьем. Неужели вам мало места, люди? Неужели ради огородного участка нужно сносить леса, горы, всю святую красоту? Так ведь незаметно и себя под корень снесем. Сегодняшний выпуск я не случайно решила начать с миниатюры Виктора Астафьева. В нескольких предложениях писатель совершенно четко рассказал о том, как порой сами люди становятся причиной, по которой прекрасного вокруг все меньше. А ведь в наших силах прекрасное сохранить и преумножить. Здравствуйте! С вами программа «Русская культура. Истории О». Вы когда-нибудь спрашивали себя, что такое дом? Что вы представляете, произнося фразу «вернуться домой»? Помещение, где можно есть, спать и хранить вещи? Или же это место, где живут родители, где родились вы сами? В прошлом выпуске мы говорили о традиционной деревянной архитектуре, о доме как здании. Сегодня же мы посмотрим на дом с другой стороны, как на пристанище, крепость и личный мир хозяина. Золотистые бревенчатые стены вобрали в себя вой зимних ветров, шум косых дождей, запахи трав и семной дух. Входя в такой дом, невольно замираешь, прислушиваешься. Не скрипнет ли где половица? Такие дома действительно стоит слушать. Поговаривают, что деревья, срубленные в лесу для строительства дома, продолжают жить, храня в себе звуки леса. Дом для себя люди строили, конечно, можно сказать, на всю жизнь. И это было самое главное место, в котором они проводили все свое время, занимались хозяйством, разными своими делами. Вроде бы не так давно было то время, когда долбились из дерева сани, вырезались чашки и ложки, выдалбливались детские колыбели. Этот мир постепенно слился с миром сказок, в котором живут домовые, а в теплой комнате потрескивают березовые полена, и у самовара лежит ворох лучин. Но человеку, к счастью, свойственно хранить в памяти традиции и культуру. Не зря говорят, без прошлого нет будущего. Прошлое свято. Что же такое святыня, и что означает слово «святой»? Обратимся к первому в России толковому словарю Владимира Ивановича Даля. Святой, духовный, нравственный, непорочный, чистый, совершенный. Все, что относится к божеству, к истинам веры, предмет высшего почитания, поклонения нашего. Духовный, божественный, небесный. Как часто мы употребляем крылатые выражения, у него нет ничего святого, говоря о человеке без чести и совести, подразумевая под словом «святой» нечто незыблемое и самое важное не только в жизни одного человека, но в жизни целого народа, страны. А теперь прислушайтесь, как по-новому, осмысленно, зазвучал другой фразеологизм – «свято чтить традиции». Домовой от слова «дом», поэтому считалось, что все-таки охранителем дома был домовой. И даже когда выбирали место для строительства дома, то тоже с этим были связаны различные обряды. И, поверьте, место долго выбиралось. Здесь не на любом месте можно было построить дом. И обычаи запускать кошку или любое другое домашнее животное, курицу, например, он тоже сохраняется даже в нашей жизни до сих пор. Собственно, начинали строительство дома, например, с того места, где кошка выбирала его себе. Ну, считалось, что животные, они ближе к природе, они чувствуют лучше. Если вы никогда не жили в домах с печным отоплением, представьте на минуту, как вы входите после рабочего дня в остывший дом и начинаете первым делом топить печь. Сегодня даже в деревенском быте непросто встретить семью, где используется русская печь. А ведь когда-то она была лицом дома, задавала определенный настрой. И чело каждой печи, так сказать, обладало особенным выражением. Розовая печь – образ, который часто встречается в стихотворениях Есенина. Через все творчество поэта-хулигана проходит в различных видах печка, печь-лежанка, очаг, огонь очажный и даже верблюд кирпичный. Печь – важнейший центр крестьянского жилища, сердце избы, избяное солнце. Языческие верования возводят огонь в ранг божества. А огонь из очага становился центром избяного космоса, избы вселенной, личного мира хозяина. Часть избы, которую называлась Бабикут, то есть это то место, где, во-первых, стояла русская печь, и занимала она тоже почти одну треть пространства избы. Мифопоэтическое мышление Есенина – христианско-языческое. Как писал сам поэт, у него было двойное зрение. Поэтому в его стихах частенько сосуществуют сразу два центра избяной вселенной. Ведь не менее значимой, чем печь, частью человеческого жилища, был красный угол – божница, иконостас. Заходя в крестьянский дом, мы в первую очередь видим красный угол. Изба делится, и вообще любое жилище делится на нескольких таких зон, можно сказать, даже сакральных зон. То есть самое главное место, самое святое место – красный угол. Вот так в творчестве поэта изба становится символом мироздания, являясь в разных обличьях – белой хаты, смолкшего колокола, хижины или низкого дома с голубыми ставнями. Изба старуха челюстью порога жует пахучий мякиш тишины. Эти строки Есенин написал еще до того, как в литературной жизни начала 20 века возникло такое течение, как и мажинизм. Мир вокруг поэта живет, вместе со старухой сбой дышит, живет своей жизнью весь окружающий мир. Дорога задумалась, холод крадется, зала обнимает трубу, тонкогубый ветер шепчет, а солома охает. Человек в мире Сергея Есенина не может быть одиноким, он един со всем вокруг, и все вокруг едино с ним. И в этом поэт следует традиционному мировоззрению русского человека. О красном вечере задумалась дорога. Это стихотворение Сергей Александрович написал в далеком 1916 году, почти 100 лет назад. Но читая эти строки сегодня, любой человек ощущает неясную тоску о чем-то родном, близком, важном. Тем более, что общим эмоциональным итогом стихотворения все же становится жизнеутверждение. В смерти и тьме предстоит неизменный уклад человеческой жизни, избенного космоса, единого с природой. Книга в русской культуре всегда занимала особое место. Когда-то богатейшими людьми считали тех, кто мог позволить себе приобрести хотя бы одну. С трепетом относятся к абсолютно каждому экземпляру в современных библиотеках. Тем более, что некоторые из них – настоящие произведения искусства. О том, в каких изданиях можно почитать стихи Сергея Есенина, мы попросили рассказать Ольгу Гербекову. Издания, которые имеет наша библиотека Рязанская областная универсальная научная, просто удивительные. Во-первых, мне хотелось бы показать два интересных вот таких издания. Это не оригинал, это репринтное издание и одно и другое. Но они цены тем, что полностью воспроизводят те оригинальные издания, которые выходили при жизни выдающегося нашего земляка, поэта Сергея Есенина. Здесь совершенно удивительные пометы автора. Здесь включены все его авторские правки. И характерно то, что это издание вышло в наши тяжелые 90-е годы 20-го столетия. Вот с этого момента, наверное, к творчеству Есенина стали особо обращаться. Следом в 95-м году выходит вот такое трехтонное издание. И вот я сейчас вам покажу удивительное издание, составителем которого является сразу несколько культурных учреждений. Называется эта книга «Анна Снегина». Но уникальность ее заключается в том, что сюда включено несколько переводов Анны Снегиной на иностранные языки. 11 переводов собрано в этой удивительной книге. Презентация этой книги была не только в Рязани, в Москве. Эта книга увидела и получила большое одобрение и, наверное, большую значимость, отметили этого издания, на лондонской книжной ярмарке. Хочу похвастаться тем изданием, которым располагает Центр редких и ценных изданий. Вот это большое объемное издание, выполнено в натуральной коже особым способом. Имеет тиснение. Вот в центре вы видите медаль. Медаль выполнена из серебра 925-й пробы. Это коллекционные издания. Каждое из этих изданий имеет свой определенный номер. Наша библиотека имеет такое издание под номером 37. Чем оно удивительно? Ну, оно удивительно не только своим полиграфическим исполнением. То есть трехсторонний серебряный обрез, муаровое лиссе, кожа, блентовое тиснение. И это издание интересно и тем, что оно включает практически все стихотворения, поэмы, произведения Сергея Александровича Есенина. Оно очень богато иллюстрировано. Здесь имеются и фотографии, которые увидели впервые. Свет свой. Здесь мы можем увидеть прекрасные иллюстрации наших выдающихся художников, которые либо иллюстрировали произведения Есенина, либо как-то тематически они подходят к тем стихотворениям, которые сюда включаются. Согласитесь, читать любимые строки, сопровождаемые пометками самого автора или же прекрасными красочными иллюстрациями, еще приятнее. А что касается переводов Анны Снегиной, лично у меня возник вопрос. Сохранилась ли знаменитая песенность Есенинского слова? Образность и метафоричность в переложении на другие языки. Ведь тех возможностей, которые предоставляет своим носителям великий русский язык, нет ни в одном другом языке мира. Таким же, как в поэзии великого поэта космическим центром целой семьи, стала изразцовая печь в одном из домов в самом центре Рязани. Остались только изразцы, следы нашей истории. Мы все очень любим эту печь и так и называем. Мы не говорим, что это остаток печи. Мы говорим, что это наша печь. Дети вывешивают здесь свои работы. Все равно, как вот, помните, у Волгакова в Белой гвардии. У них печь с изразцами голландскими. Она была центром семьи. На ней писали записки. Помните, там разные появлялись зависимости от перемен в мире, отношений в семье, появлялись самые разные, там даже бытовые какие-то записки. Вот почему-то это вот даже вот эти изразцы, которые уже не действуют и не греют. Не греют физически, греют нас духовно. Внешний вид этого дома никак не тянет на 150 лет. Для своего возраста он прекрасно сохранился. Но еще большее удивление нашей съемочной группы вызвало то, что мы увидели внутри. Семья, купившая эту усадьбу в середине 19 века, сумела через много поколений сохранить не только внешний вид, но и внутреннее убранство комнат. Когда вопрос стоял о сносе, это были 90-е годы, лихие 90-е, то нам предлагали здесь квартиры на этом же месте. Ну и когда мы совет провели семейный, вот Павел, который в этой квартире живет, сказал, ты можешь вообще представить, что мы будем наблюдать, как сносят наш дом. Тем более дедуля просил дом сохранить. Нет уж, останемся все здесь. Это непросто. Иметь свой дом, хранить его, поддерживать. Ведь уже 130 лет почти семья живет в доме. А сколько лет до того он существовал, мы не знаем. То есть дома под 150 лет. Он деревянный. Но бревна, как сталь, звенят. Обшивку меняем, фундамент. Поддерживаем, а главное, крышу. Этому дому очень повезло. Он попал в хорошие руки. Семья, которая поселилась в нем больше века назад, поколение за поколением переживала те же самые страшные годы, что и вся наша страна. Фронтовые письма возлюбленного своей бабушки Марина Святозаровна случайно нашла в придомовой постройке амбаре среди вороха других бумаг. Теперь они хранятся в одном из шкафов, возраст которого приближается к полуторавековой отметке. Ведь большая часть мебели в этом доме сохранилась со времени его приобретения. В этой семье традиции чтут свято. Нет, конечно, эти люди относятся как к святыне не к дому и не к предметам мебели, но к памяти, истории, к своему роду. А это основа культуры любого народа. Сохраняйте прекрасное внутри и вокруг себя. С вами была я, Марина Комиссарова. Редактор субтитров А.Семкин